МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда КамАЗ не просто грузовик, но и подиум для выступлений, в Автограде прошел Урамфест. Руководители и специалисты КамАЗа завершают работу на международной выставке коммерческих автомобилей Комтранс-2019, которая финиширует 7 сентября в Москве. Это уже завтра, так что сегодня можно подводить первые итоги. Итак, как сообщают представители торгово-финансовой компании Автогиганта, по итогам первого же дня работы заключено более 10 соглашений с партнерами. И большинство из них отражают высокий интерес потребителей к автомобилям поколения К5. В общей сложности сформирован заказ на приобретение 2300 автомобилей нового семейства к 2020 году и 1000 автомобилей в 2021. Другие первые подробности в нашем репортаже с места событий. Любая компания, которая представляет здесь автомобили, первым делом озвучивает свой девиз на этом смотре. КАМАЗовский в этом году сформулирован вот так. Наше стремление к непрерывному развитию – это, конечно, залог нашего успеха. Как я говорю, стоит только остановиться, и ты уже дальше идти не сможешь, а не то, что бежать. Челнинский флагман КАМАЗ-54-901 был на этой выставке концептом два года назад. Сегодня же он серийный образец, плюс целая линейка новинок. Даже на КАМАЗ-Арктику теперь устанавливается кабина К5. Это то поколение, на которое мы последние пять лет тратили свою силу, энергию и, конечно, деньги. Готовили производство, готовили образцы. И сегодня наши основные клиенты, мы подпишем с ними соглашение о передаче им в тестовую эксплуатацию наших автомобилей пятого поколения. Это будут первенцы. А всего же до конца 2021 года уже договорились о поставках 3300 автомобилей новейшего модельного ряда. Кстати, получил развитие предшественник флагмана грузовик 54-90. Теперь это битопливный автомобиль, но не на сжатом, а на сжиженном природном газе СПГ. Документ, предусматривающий поставку тысячи таких грузовиков, подписан с компанией Евроцемент Групп. Комтранс – это совокупность презентаций, деловых переговоров, заключения сделок и закрепления договорённости. Так французская компания Мишлен решила выступить глобальным партнёром автогиганта. Флагман пятого поколения будет оснащаться высокотехнологичными шинами этой компании, обеспечивающими наименьшую стоимость владения и высокую топливную экономичность. И это соглашение тоже подписано. Кстати, большие машины всегда интересовали маленьких. А раз выставка закрывается только завтра, у них ещё есть возможность удовлетворить своё любопытство. Это ещё одна новость с выставки. В субботу мы взяли в традицию с организатором выставки проводить детский день. Я буду рад тому, что здесь будет много детворы, которые будут смотреть новую технику, знакомиться. Такими были первые новости с Комтранса. Теперь ждём главного события – первую тысячу грузовиков Ка-5 на дорогах страны. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. На этой неделе первый звонок прозвенел в новой школе номер 42. Кстати, в народе эту школу уже называют КамАЗовской. Всё потому, что в её оформлении использованы фирменные цвета автогиганта. На стенах красуются легендарные грузовики, в том числе команды КамАЗ-Мастер. На торжественной линейке вместе с главными гостями праздника – первоклашками – побывали и высокие гости. Как они оценили новое образовательное учреждение? Вот что узнала съёмочная группа Вестей КамАЗа. Новая школа номер 42 – своего рода ралли-марафон. Ученикам, как и прославленной команде КамАЗ-Мастер, предстоит пройти нелёгкий, но увлекательный путь. Не утонуть в зыбучих песках знаний, выстроить свой маршрут обучения и подняться на пьедестал почёта. Первыми на старт вышли 350 первоклассников. Я в первый класс, потому что я очень люблю примеры. Я хочу в школу, потому что мне весело. Я хочу в школу, потому что я люблю химию. Всего же в гонках за получением новых знаний будет задействовано 42 экипажа. Чтобы не сойти с дистанции раньше времени из-за неисправностей, ученикам и учителям вручили подарки. В этой школе есть такой робот, на котором будут учиться ребята работать, обслуживать. И мы дарим школе вот такой сертификат для того, чтобы этот робот раздумал надёжно. Необходимо его, конечно, обслуживать. Но в этой школе есть не только робот, но и все возможности для занятий детей. Бассейн с двумя чашами, два спорткомплекса, один из которых для занятий под дзюдо, теннисный корт, футбольные, волейбольные поля, тренажёры. На втором этаже кабинеты с витражными стенами. Сейчас и в Республике Татарстан, и в России строятся новые школы. Но вот такая школа, как здесь, наверное, одна из самых лучших, самых оснащённых. И что производит особенное впечатление, это нацеленность школы на вашего ключевого работодателя, вообще на ключевую индустрию. Конечно, КАМАЗ нацелен на то, чтобы вырастить себе будущих сотрудников. Поэтому «Автогигант» будет оказывать всестороннюю помощь образовательному учреждению. У села будут ходить дети из рядовых челнинских семей, школы с техническим уклоном. Мне кажется, что будет очень правильно, если базовые предприятия, КАМАЗ, флагман отечественного машиностроения, будет оказывать шефскую помощь. Сотрудничество только начинается. Впереди создание интересных новых проектов, открытие лабораторий. На это сотрудники «Автогиганта» делают ставку. Илона Менгалимова, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Вести КАМАЗа. Да будет битва слесарных талантов. После перерыва в несколько лет на КАМАЗ вновь вернулся конкурс лучший по профессии слесарь механо-сборочных работ. Попытать счастье и показать свое мастерство вызвались участники со всех заводов «Автогиганта». Мотивация, саморазвитие и приятный денежный бонус. Подробности первого этапа конкурса далее. Испытать свои навыки в конкурсе на лучшего слесаря решились 26 участников. Среди них и опытные заводчане, и новички. Но всех, кроме желания победы, объединяет и азарт. Возможность почерпнуть что-либо для себя. Узнать, что люди другие умеют, что я умею сравнить. Узнать что-нибудь новенького, как бы к опыту пригодится. Узнать новенькое можно аж дважды. Конкурс разделен на два этапа – теорию и практику. Так сначала участникам предстояло пройти тест из 40 вопросов за 40 минут, а после уже приступать к реальному выполнению работы. Кто самый сильный из нас, кто самый лучший, и главное, кто самый качественный. Вот это вот на сегодняшний день для нас очень важно. Качество превыше всего. Мы все прекрасно знаем, что можно собирать и автомобили, и двигать раздачную коробку, как попало, но это на сегодняшний день не нужно. Мы всегда очень рады обратной связи, потому что мы предполагаем, но вы это реально делаете. И не случайно же говорят, что тот, кто реально делает конкретное дело, он лучше знает, как это устроено, как это работает. За умение правильно работать предусмотрен приз – 17 тысяч рублей за первое место, 13 за второе и 10 за третье. По итогам конкурса лучшим слесарем механосборочных работ до 35 лет стал представитель ремонтно-инструментального завода Игорь Данилов в возрастной категории после 36 работник завода двигателей Николай Пермяков. Виктория Евсеева, Радик Ганеев, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Вот я, к примеру, сейчас заявлю, что эталон недостижим, а Маргарита мне возразит. Нет, возражения не будет, хотя бы потому, что мало вводных данных. Возражения принимаются. Итак, переходим к сути. На заводе двигателя очередная бригада получила звание «эталонной». И это тот случай, когда кажется, что ничего не изменилось. Все внешне выглядит так же, как и год назад. Но если попытаться докопаться до сути, то понимаешь, на эталон похоже. Впрочем, все в подробностях у наших корреспондентов. Начнем по порядку. Многие путают «эталон» и «идеал». 211-я бригада получила звание «эталонный», а не «идеальный». Идеал, как известно, недостижим. А «эталон» – это мерило отчета, стандарт принятый за образец. Так вот, на рабочих местах в бригаде теперь именно так. Чтоб быстренько перенадку делать, у меня сейчас все на столе, кто на виду. Один поставил, другой рубал на место, и все. Вот с этого и все начинается. На этой фотографии работники одеты по требованиям техники безопасности. Также одеты они и в жизни. Порядок эталонный и в хранении инструмента. Он в шаговой доступности. У ключей, штангенциркулей и оснастки – свое место. Сначала, говорит мастер бригады, работники немного ворчали. Теперь по-другому и работать-то не получается. Налазчики начинают переналаживать. Первое время было там, днями переналаживали. А сейчас уже, потому что инструмент себе ближе поставили, не надо искать. Все на месте, под рукой взяли, поменяли и дальше пошли. Начальник цеха демонстрирует нам очередное нововведение. Простое, как все гениальное. Оттого и эффективное. Вот на примере данного сверлильного станка мы установили такие защитные кожуха на всех сверлильных вертикальных станках в цехе. Что исключает травмоопасную ситуацию, связанную с задеванием рукой рабочей зоны инструмента. Радик Садардинов и сам начинал работать на автогиганте слесарем механосборочных работ. Поэтому пользу от использования инструментов бережливого производства он недооценивать просто не может. Заметны результаты и другим работникам. Закреплены ТПИ-показатели из-за бригадами, которые мы ежемесячно подписываем план отчеты. И за эти показатели, то есть если все показатели выполняются, премия выплачивается в 100%. Еще установили крану Косину, чтобы оперативно менять на станке шлифовальный круг. Раньше ждали погрузчик. Весит-то круг килограммов 70, а теперь таких проблем нет. Это лишь самые яркие улучшения. Нововведений помельче десятки. И теперь, когда все виды потерь стремятся к нулю, это подтверждено документально. Самое время присвоить бригаде звание «Эталонное». Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Председатели цеховых комитетов – люди ответственные и надежные. Они прочная ниточка, связывающая рабочих с руководством. Многие вопросы, возникающие у заводчан, удается решить именно с их помощью. Такие люди должны быть в курсе всех нововведений, касающихся многих аспектов деятельности. Поэтому и приходится им, как говорится, держать руку на пульсе. На предприятиях «Автогиганта» постоянно проходят лекции и семинары, благодаря которым председатели цеховых комитетов получают нужные знания, которые помогают им лучше проводить разъяснительную работу в цехах. Встреча с руководителем юридической службы правкома КамАЗа прошла, как всегда, оживленно. Тема очередного выступления – расторжение трудовых договоров. Рассматривали все три варианта – по инициативе работника, по инициативе работодателя и по соглашению сторон. На нашем заводе эти встречи при ЦИФКОМ проходят каждую неделю, каждый вторник. И к нам каждый раз приходят разные руководители. Есть договоренность, график встреч, есть с администрацией города, с разных организаций, с правкома КамАЗа. Буквально на днях с этой же темой Марина Лежнина выступала на автомобильном заводе. И там обсуждение возможных ситуаций и непредвиденных обстоятельств вылилось в бурную дискуссию. Вопросов задают много, потому что очень интересно. Все равно какие-то люди сейчас, естественно, грамотные, читают, и в интернете находят ответы на свои вопросы. Но вот какие-то нюансы, которые связаны уже с практикой, поскольку я очень давно работаю на КамАЗе юристом, вот какие-то вопросы, связанные с практикой, люди воспринимают очень интересно, очень с большим интересом и слушают. После ознакомительной беседы прошли индивидуальные консультации по частным вопросам. Данные встречи проходят в рамках школы профсоюзного актива и организовываются методическим учебным центром правкома КамАЗа. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В Автограде без КамАЗов никуда. Без грузовиков автогиганта не обходится ни одна сфера жизни. И даже праздники уже не праздники без них. Так на День республики и День города традиционно прошел Урамфест. Для этого была подготовлена колонна КамАЗов, которые начали свое шествие на Майдан Сидоровского парка. Бортовые машины стали площадкой для творческих коллективов. На каждой остановке они показывали свои номера. Когда еще можно увидеть только красочных оформленных грузовиков, если не в День республики? Сотрудники КамАЗа также решили на время стать декораторами и артистами. Так летейщики изобразили историю города и градообразующего предприятия, которому в этом году исполняется 50 лет. Литейный завод – это не только литейный завод, весь КамАЗ, в том числе совместно с автозаводским исполкомом, которые были организаторами, подготовил вот такую презентацию КамАЗа, интересную по Уралфест, где видно в принципе становление КамАЗа, становление города. Кроме фотографий на КамАЗе, сотрудники литейного завода подготовили и творческий номер. Песня так впечатлила гостей, что они исполнили ее вместе с артистами. Уралфест проводится в третий раз. В этом году в колонии было задействовано 25 грузовиков. По словам мэра Наиля Магдеева, этот праздник уже стал доброй традицией демонстрировать легендарные КамАЗы. КамАЗ – это город, город – это КамАЗ. Это не только жители, работающие на КамАЗе. Это еще и сами автомобили. И лучшей пропагандой, рекламой нашего КамАЗа является Уралфест, то, что мы сегодня делаем. После официальной части моторы грузовиков заревели. КамАЗы и другие автомобили, а также автобусы двинулись в сторону Майдана. Во время движения некоторые артисты исполняли свои музыкальные номера прямо на кузовах КамАЗов, привлекая сотни зачарованных глаз челнинцев. Олеся Новаковская, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Такой была очередная рабочая неделя на КамАЗе. А вот что готовит наступившее, расскажем об этом 16 сентября. 18.00 на телеканале Челны ТВ. На этом мы, Маргарита Кузьмина и Павел Михно, с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.